Дорожное движение Утром, выходя из дома, наши ребята становятся пешеходами, пассажирами транспортных средств. Им необходимо знать первичные навыки безопасного поведения. Агитка, детектив, сказка. На сцене жанровое многообразие. Участники марафона постарались сделать свои выступления интересными и понятными широкой аудитории. От детсадовцев до своих родителей. Лучшее выступление красногорские школьники покажут на областном этапе марафона в ноябре. Дети, конечно, с удовольствием принимают участие. Очень много у них идей, очень много каких-то вот таких вот впечатлений от этого, от репетиции, от выступлений остается. Поэтому и нам хорошо, и им хорошо, и главное – за безопасность. Татьяна Кенцовская сама когда-то была в отряде ЮИД. А сегодня со знанием дело воспитывает новых агитаторов. Причем сразу несколько команд. Одна из них – «Зеленый огонек», участвовала в конкурсе не впервые. Мы все очень сильно боялись, прям вот у нас тряслись руки, мы шли такие, говорили, ну как же, а если у нас что-то там не получится, если у нас опять же там что-то упадет, вот одного мальчика у нас падал постоянно знак, он опять упал. Ну, а после выступления, конечно, такое облегчение и даже радость, эмоции просто переполняют. Знания правил дорожного движения не освобождают от их выполнения. Организаторы марафона по пропаганде безопасности дорожного движения рассчитывают, что ребята, принявшие участие в конкурсе, на дороге будут примером для сверстников.